Говард Филлипс Лавкрафт Тайна среднего пролета Эта рукопись была обнаружена в ходе официального расследования обстоятельств исчезновения Амброза Бишопа. Ее извлекли из бутылки, найденной неподалеку от сгоревшего дома и, вероятно, выброшенной оттуда во время пожара. Рукопись по сей день хранится в сейфе у шерифа города Архем, штат Массачусетс. На седьмой день после отъезда из Лондона я прибыл в тот уголок Америки, куда мои предки переселились из Англии более двух веков тому назад. Забравшись в самое сердце глухой безлюдной местности, простирающейся вдоль верховьев реки Мискантоник к северу от Данвича, что в штате Массачусетс, именовав каменные стены, ограждающие вместе с кустами шиповника довольно длинный участок дороги за пиком Айлсбери, я очутился в царстве могучих вековых деревьев, заслоняющих солнце среди плантаций ежевики и развалин покинутых жилищ, изредка проглядывающих сквозь густую подлесок. Я чуть было не прошел мимо нужного мне дома, так как его не было видно за деревьями и кустами, а дорожка, ведущая к нему, заросла травой. И если бы не полуосыпавшийся каменный столб на обочине дороги с тремя последними буквами фамилии Бишоп, то я, пожалуй, так бы и не разыскал дома своего двоюродного деда Септимуса Бишопа, пропавшего без вести почти два десятилетия тому назад. Добрых полмили мне пришлось карабкаться вверх по склону холма, продираясь сквозь заросли шиповника ежевики и пролезая через обломившиеся ветви и сучья деревьев, тянущиеся по обе стороны тропинки. Дом, стоявший неподалеку от вершины, представлял собой приземистое двухэтажное сооружение, сложенное частью из каменных блоков, частью из бревен. Деревянная часть строения была никогда выкрашена в белый цвет, но с течением времени краска слезла, обнажив дощатую облицовку стен. При первом же взгляде на дом я поразился тому, насколько хорошо он сохранился, в отличие от тех руин, что я встретил по дороге. Он был совершенно целеханек, не выбоин неразбитых стекол. Единственной частью строения, пострадавшей от времени и непогоды, была его деревянная надстройка, в особенности же венчавшей ее круглый купол, где я различил несколько прорех, образовавшихся, видимо, в тех местах, где прогнила древесина. Дверь была отворена, однако расположенная перед ней крытая веранда надежно защищала внутренность дома от непогоды. Бегло оглядев помещение, я убедился в том, что в отсутствии хозяина в него никто не заходил, вся мебель была на месте, на столе в кабинете лежала открытая книга. Если бы не толстый слой пыли и плесени, покрывавший все предметы, и не тяжелый затхлый дух, от которого, казалось, невозможно было избавиться никакими проветриваниями и уборками, то можно было бы подумать, что здесь по-прежнему живут люди. Чтобы приобрести все необходимое для приведения дома в порядок, мне надо было вернуться в деревню, а потому я спустился на проезжий тракт, представлявший собой обычную лесную тропу с колеей. Сел в автомобиль, взятый на прокат в Нью-Йорке, и поехал обратно в Данвич, убогую деревушку, приютившуюся между мутными водами реки Миск-Антоник и угрюмой громадой Круглой горы, из-за которой в поселке царил вечный полумрак. Прибыв на место, я направился в единственный в округе универсальный магазин. Он располагался в здании бывшей церкви и был снабжен помпезной вывеской с именем своего владельца, Тобиаса Уэтли. Несмотря на некоторый опыт общения с жителями глухих деревень в самых разных уголках планеты, я никак не был готов к приему, оказанному мне хозяином лавки. Обслуживая меня, этот седобородый старец с худым, изможденным лицом не проронил ни слова, и только после того, как я выбрал все необходимые мне товары и расплатился, он впервые поднял на меня глаза и произнес. — Сдается мне, вы не здешний. — Точно, — подтвердил я. — Я из Англии, но у меня тут жила родня, бишопы. Уже слышали? — Бишопы, — повторил он шепотом. — Вы сказали, бишопы? И, обращаясь, скорее всего, к себе, нежели ко мне, старик добавил, на этот раз чуть громче, — Ну да, вроде есть тут такие. Хотите сказать, что вы их родственник? — Нет, — ответил я. — Я внучатый племянник Септимуса Бишопа. При звуках этого имени с бледного лица у Этли сошла последняя краска. Подавшись к прилавку, он сделал такое движение, будто хотел смахнуть с него купленные мною предметы. — Нет, — остановил я его. — Это мой товар, я за него заплатил. — Можете взять свои деньги обратно, — буркнул хозяин. — Я не имею дела с роднёй Септимуса Бишопа. Для меня не заставило особого труда вырвать из слабых рук старика свои покупки. Он отступил от прилавка и прислонился спиной к полкам. — Но вы не пойдёте к нему в дом? — спросил он, снова перейдя на шёпот. На лице его появилось беспокойное выражение. — Ну это уж мне решать, — сказал я. — Никто из наших туда не ходит. Оставьте дом в покое, — проговорил он раздражённо. — С какой-то стати, — возмутился я. — А то вы не знаете. — Знал бы, не спрашивал. Мне известно лишь то, что мой двоюродный дед пропал при невыясненных обстоятельствах. Девятнадцать лет назад я прибыл сюда на правах его законного наследника. — Где бы он теперь и не находился, он наверняка мёртв. — Он уже тогда был мёртв, — произнёс хозяин, снова повысив голос. — Его убили. — Как убили? — Кто? — Люди. Те, что жили по соседству. Обоих прикончили. — Но мой двоюродный деда жил один. Этот деревенский олух со своим суеверным страхом начал действовать мне на нервы. Судя по тому, как мало он знал о Септимусе Бишопе, можно было с уверенностью заключить, что его точка зрения представляет собой типичную реакцию тёмного невежественного человека на образованность и учёность, каковыми в полной мере обладал мой двоюродный дед. — Ночью заживо зарыли в землю, — бормотал Уэдли. — Обоих. А те их прокляли. Потом их дома обрушились и один за другим поумирали. На этой мрачной ноте я покинул магазин, поклявшись, что впредь буду ездить за паковками только в Аркхам. Однако слова старика не выходили у меня из головы, а потому я решил отправиться в город немедленно, чтобы посмотреть там старые подшивки Аркхам Адвертайзер. Увы, моё благое намерение не получило достойного вознаграждения. Просмотрев все номера за июнь соответствующего года, я нашёл всего две корреспонденции из Данвича, и лишь в одной из них говорилось о Септимусе. До сих пор нет никаких известий о Септимусе Бишопе, исчезнувшем из своего дома в окрестностях Данвича десять дней назад. Мистер Бишоп не был женат, вёл замкнутый образ жизни и из-за своей якобы сверхъестественной способности прослыл в округе знахарем и колдуном. Внешность — высок, худощав. Возраст — 57 лет. Вторая заметка представляла собой любопытное сообщение об упрочнении одной из опор среднего пролёта заброшенного моста через мискантоник к северу от Данвича. Ремонт, по всей видимости, был осуществлён силами частных лиц, так как окружная администрация, в ответ на критические замечания, раздававшиеся в её адрес по поводу починки неиспользуемого моста, категорически отвергала свою причастность к этому мероприятию. Сопоставив содержание первой корреспонденции с тем, что я слышал от Тобиаса Уэтли, я ещё раз убедился в том, что причина его странного поведения лежит в суевериях, распространённых среди коренных жителей. Старик всего-навсего выражал общепринятые взгляды. Взгляды, безусловно, смехотворные с точки зрения любого образованного человека в наш просвещенный век, когда вера в то, что не поддаётся научному объяснению, например, во врачевание посредством наложения рук или в колдовство считается признаком невежества. Мой двоюродный дед, Септимус Бишоп, получил образование в Гарварде, и представители английской ветви семьи Бишопов знали его как человека большой учёности и непримиримого противника, каких бы то ни было суеверий. Уже смеркалось, когда я вернулся в усадьбу старого Бишопа. Мой двоюродный дед не удосужился провести в дом ни электричества, ни газа, зато свечей и керосиновых ламп здесь было в достатке, причём в некоторых последних ещё оставался керосин. Я зажёг одну из ламп и приготовил себе скромный ужин. Потом я расчистил себе место в кабинете, где можно было бы улечься без особых неудобств, и сразу уснул. С утра я занялся уборкой. Несмотря на летнюю жару, в доме стояла такая сырость, что все предметы, в том числе и книги в кабинете, где я ночевал, были подёрнуты плесенью, и чтобы просушить эту часть здания, мне пришлось затопить камин. Затем я протёр мебель и подмёл пол на первом этаже, где располагались кабинеты, прилегавшие к нему спальни, кухонька, кладовая и столовая, служившие скорее в качестве книгохранилища, на что указывали горы книги и кипы бумаг. Управившись с первым этажом, я поднялся на второй, но прежде чем заняться им, проследовал в помещение купола, куда вела узкая, рассчитанная на одного человека лестница. Купол оказался чуть просторнее, чем я предполагал. Глядя на него снаружи, в нём можно было стоять и перемещаться, не нагибаясь. Судя по наличию телескопа, купол использовался для астрономических наблюдений, хотя, на мой взгляд, это не могло служить достаточным объяснением тому факту, что пол в нём был покрыт всевозможными чертежами, состоявшими по большей части из кругов, пятиугольников и звёзд. Среди многочисленных книг по астрономии я, к удивлению своему, обнаружил несколько трудов по астрологии, причём довольно древних. Один из них датировался 1623 годом. Несколько текстов было на немецком языке, но большинство на латыни. Все они, без сомнения, принадлежали моему двоюродному деду, но зачем они ему понадобились, осталось для меня загадкой. Помимо застеклённого обзорного люка в северной части купола, в нём было ещё отверстие для телескопа, закрытое изнутри щитом. Несмотря на многочисленные щели, образовавшиеся в тех местах, где под воздействием дождя и снега прогнила древесина, именно на них я обратил внимание, подходя к дому, в помещении не было ни пыли, ни плесени. И, поразмыслив, я пришёл к выводу, что если я всё же решусь обосноваться здесь хотя бы на короткое время, то починка купола обойдётся мне сравнительно дёшево. Но прежде надо было проверить, насколько хорошо сохранилась подвальная часть здания. Бегло осмотрев второй этаж, он состоял из двух спален, двух уборных и кладовой, причём только одна из спален была меблирована, да и то выглядело так, будто ею ни разу не пользовались по назначению, я спустился на первый этаж, а оттуда в подвал, куда вела дверь из кухни. Подвальное помещение занимало примерно половину той площади, на которой располагался дом. Стены были сложены из известняка и, как показывали оконные проёмы, имели толщину полтора фута. Что касается пола, то он был не земляной, как в подвалах большинства старых домов, а кирпичный. Это несколько озадачило меня, но внимательно обследовав его при свете лампы, я пришёл к выводу, что кирпич был настелен не при постройке дома, а значительно позже, вероятно, уже при моём двоюродном деде Септимусе. В противоположных концах подвала виднелись два квадратных люка с большими железными кольцами. Один из них, судя по подведённой к нему из стены трубе и стоявшему здесь же насосу, прикрывал резервуар для воды. Под вторым, скорее всего, была яма для фруктов или овощей. Желая убедиться в правильности своего предположения, я приблизился к нему, взялся за кольцо и рванул крышку на себя. Моему удивлению не было предела, когда вместо ямы моя лампа осветила ряд уходящих вниз кирпичных ступеней. Спустившись по ним, я очутился в тоннеле, который, насколько я мог судить, был прорыт в толще холма и уводил далеко за пределы дома в северо-западном направлении. Пригнувшись, я двинулся вперёд по тоннелю, дошёл до ближайшего поворота, завернул за него и остановился, теряясь в догадках относительно предназначения этого подземного коридора. Не без оснований рассудив, что тоннель был прорыт по инициативе моего двоюродного деда, я уже было собрался повернуть назад, как вдруг свет моей лампы упал на какой-то металлический предмет на небольшом расстоянии впереди, и, сделав ещё несколько шагов, я очутился перед новым люком. Открыв его, я увидел под собой большую круглую комнату, в которую вело семь кирпичных ступеней. Не в силах противиться искушению, я сошёл вниз и огляделся по сторонам, высоко подняв лампу. Посреди комнаты выселись какие-то загадочные сооружения из камня, образуя композицию в виде алтаря и ряда скамей. А на кирпичном, как и в подвале полу, виднилось множество непрежно выполненных схем, весьма напоминающих те, что я видел в доме. Но если и наличие астрономических чертежей под куполом объяснялось тем, что оттуда открывался вид на небо, то для чего они были нужны здесь, осталась для меня тайна. Зато я ничуть не удивился, когда увидел в полу перед алтарём очередной люк. Соблазн взяться за большое железное кольцо был велик, но интуиция подсказала мне не делать этого. Я ограничился тем, что приблизился к нему, однако и этого оказалось достаточно, чтобы ощутить сквозняк и сделать вывод, что под этой подземной комнатой есть потайной ход, ведущий наружу. Я вернулся в тоннель, но не пошёл обратно в дом, а проследовал дальше. Пройдя примерно с 3 четверти мили, я уперся в массивную деревянную дверь, запертую на засов с моей стороны. Я поставил лампу на пол, снял засов и толкнул дверь. Передо мной возникли густые заросли, благодаря которым вход в тоннель был надёжно замаскирован от посторонних глаз. Я двинулся напролом через чащу, и вскоре моему взору открылся великолепный вид на сельскую местность, расстилавшуюся далеко во все стороны от подножа холма, на склоне которого я стоял. На некотором расстоянии впереди виднелся миск Антоник с перекинутым через него каменным мостом. Повсюду были разбросаны одиночные фермы, но, судя по их запущенному виду, в них уже никто не жил. С минуту я стоял завороженно, глядя на развернувшуюся передо мной панораму, а затем пустился в обратный путь, размышляя на ходу о предназначении хитроумного тоннеля, подземной комнаты и того, что в ней находилось. Так и не придя к какому-либо определенному выводу, я остановился на том, что все это служило в качестве потайного хода, но зачем и кому был нужен этот ход, осталось для меня неясным. Вернувшись в дом, я решил, что вторым этажом займусь как-нибудь в другой раз, а пока попытаюсь навести порядок в кабинете. У маги, разбросанной по столу и вокруг него, отодвинутый в спешке стул, все указывало на то, что мой двоюродный дед был срочно куда-то вызван и покинул кабинет, оставив в нем все как есть, с тем, чтобы никогда больше в него не вернуться. Я знал, что мой двоюродный дед Септимус Бишоп, будучи человеком состоятельным, всецело посвятил себя научным изысканиям. Не исключено, что предметом этих изысканий была астрономия, в том числе и те ее области, где она соприкасается с астрологией, хотя последнее было маловероятно. Все это я мог бы разузнать поточнее, если бы он постоянно переписывался с кем-нибудь из своих брахев, живших в Англии, или вел дневник, или хотя бы пользовался записной книжкой. Но, увы, ни в письменном столе, ни среди бумаг я не обнаружил ничего подобного. Содержание самих бумаг было для меня темным лесом. Бесчисленные графики и чертежи состояли сплошь из одних дуг и загогулин, в которых я ничего не понял, а потом, недолго думая, отнес их к геометрии. Текстовая же часть была выполнена не на английском, а на каком-то древнем языке, и даже для меня, свободно читающего по латыни и еще на полутюжине языков, имеющих хождение на континенте, была абсолютно непостижимой. К счастью, в бумагах оказалась аккуратная связка писем, и после легкого обеда, состоявшего из сыра, хлеба и кофе, я взялся за их разборку. Первое же из писем повергло меня в изумление, оно было без адреса и имело заголовок «Звездная мудрость». Вот что гласило это письмо, начертанное затейливым почерком посредством плакатного пера. Именем Азотота, силой знака сияющего трапецихендриона, ты постигнешь все, как только призовешь духа тьмы. Дождись наступления ночи и не зажигай света, ибо тот, кто следует тропу тьмы, не показывает себя и сторониться света. Ты узнаешь все тайны рая и ада, все загадки мира, неведомых живущим на земле, откроются тебе. Храни терпение и помни, что, несмотря на многие невзгоды, мы по-прежнему благоденствуем в тайне от всего мира у себя в провиденсе. В конце стояла подпись Эйсенав Баун, или Браун, я точно не разобрал. Остальные письма были примерно в том же духе, представляя собой послания самого эзотерического толка. В них трактовались мистические материи, занимавшие умы людей в средние века, в эпоху расцвета всевозможных суеверий и канувшие в небытие вместе с этой эпохой, обо тому ничего не говорившие современному человеку. Какое было дело до них моему двоюродному деду, если, конечно, он специально не изучал проблему возрождения мистической культовой практики, в наши дни осталось для меня тайной. Я прочел все письма до одного. Моего двоюродного деда приветствовали в них от имени Великого Ктулху Хастура Невыразимова, Шупнигурата, Белиала, Вильзегула и так далее.